Ну что, мои родные и любимые, продолжаем тему интернет-видеоблогинга, христианского блога. Я считаю, что надо каждому христианину, ну, по крайней мере, те, кто в возрасте, еще в силах, 20-60, обязательно надо заниматься проповедью, евангелизацией. Причем ничего сложного нет. Если вы действительно читаете Евангелие дома, Новый Завет, то что проще-то его записать, вон, да выложить. Вот, так бы мы находились, общались бы, знакомились, а то мы, знаете-то, не знаем, чего у кого в голове. А в чтении Нового Завета можно открывать свои сердца. Открывая свои сердца, ты находишь себе братьев, сестер, они находят тебя. И все здорово. Ну ладно, сегодня третий, какой у нас там уже, четвертый, пятый ролик, да? Поговорим о видео. В принципе, я говорю, может, это кому-то не нужно, можете не смотреть. Но я хотел бы записать для всех. Кто-то будет делать подкасты, может быть. Но я хочу поделиться всей информацией, какая у меня есть. Кто-то, может быть, такой псих, как я, и будет заниматься более масштабно этим. Ну, начнем с компьютера. Я вот уже вам говорил, теперь я вам покажу. Это вот такая вот камера, веб-камера, Logitech HD C920. Вот. Сейчас уже такой, по-моему, точно нет. Они выпускают C930E. Она прям внешне точно такая же. Есть C925E. Ну, принцип один и тот же. Я ссылку постараюсь дать в описании. Ну, просто зайдите на сайт компании Logitech. Вот. Ничего тут сложного нету. Она с микрофоном. Вот эти вот как бы дырочки тут вот. Типа та же стереомикрофон. Да, для общения она хорошо. Но запись, конечно, она будет делать отвратительную звуку. И я в прошлом ролике вам продемонстрировал, как запись на удаленный микрофон к этому не способна. Да, по скайпу говорить этого достаточно. Она будет хорошо. Простой голос, без обработки передавать на другом конце вашему собеседнику ваш голос. Но запись уже будет отвратительной, вы слышали. Это эхо, это далеко, это другое качество. Это без обработки цифровой звук идет, без всяких драйверов, так скажем. Хотя у меня есть драйвера, внутренняя программа для видеозаписи. Звук можно кое-что регулировать. Но вы слышали сам факт. Я вам показывал, продемонстрировал в прошлом ролике, прямо в живом режиме. Она USB-шная. В России цена их порядка 6-7-8 тысяч. Ну, вы знаете, у нас цены вот так вот пляшут в магазинах, где скидки, где наоборот. На Алиэкспресс ее можно купить реально за 4 тысячи. 3,5-4,5 тысячи. Просто великолепно. В два раза дешевле. Я, в принципе, планирую себе заказать. Даже все-таки вторую тоже, как я говорю, навернется. Для записи домашней, вот как я делаю эти ролики, которые вы видели. Это, естественно, сегодня ролик посвящен видеозаписи. О звуке я сказал. Это отстой. В любом случае нужен внешний микрофон. Ну, пригодится она вам, естественно. Если у вас нет, может быть, хорошего микрофона, будете в скайпе беседовать. Сейчас мы говорим конкретно о видеокамере. В принципе, это лучшее, что есть на рынке. В основном все пишут на нее. Вот видео. У нее есть под такой профессиональная резьба. Она вот так вот открывается. Вот тут такая пяточка есть. Она и на ноутбук. Там интересно встает. Вот так, видите, какой размер. То есть, идеально она вот так встает. И вот на мой моноблок она даже там цепляется. Да ее, по идее, там и на телевизор вот так можно, я знаю. Ну, сейчас нет толстых уже мониторов в основном-то. То есть, вот-вот она такая. Да вот так даже раскладывается. Вот. У нее достаточно длинный шнур, если нужно. То есть, вот действительно хорошая камера. Есть там какая-то новая Logitech Brio 4K. Кто знает, это... Есть HD, есть Full HD формат. Сейчас уже есть 4K. Это вообще там супер формат. Но это никому не нужно. Я сколько посмотрел обзоров, по-моему, еще пока полный отстой. То ли в технике там у них полный отстой. Блогеры ее ругают в основном, да. То ли программное пока обеспечение под нее не котируют, да. Вот. А вот это оптимально. Это Full HD разрешение. Отличное. Это еще надо, чтобы у вас вытянул свет. Там хорошее было освещение. Плюс еще надо иметь компьютер хороший, чтобы записывать в таком качестве. Тоже все непросто. Но, в принципе, все ей пользуются. Все блогеры нормальные, ненормальные. Но все пользуются этими камерами. Да, может быть, это не дешевая цена, особенно в России. У многих там, у кого встроены эти вебки. Конечно, можно это не покупать, если у вас есть встроенная камера в ноутбук, в моноблок вот у меня. Но она там в моноблоке, опять же, просто ужас. Кто знает, есть такие вещи, как баланс белого. Если я говорю, вы опять же общаетесь на прямой передаче идет, вот цифрового этого изображения, видео. Она может и ничего. Люди говорят, да нет, вроде ты ничего выглядишь. Но когда я включаю под запись вот ту же самую встроенную камеру моноблока, там вообще баланса белого нет. Кто знает, когда нарушено это. Там вписали какие-то конкретные характеристики. Но, естественно, если ты не подходишь под эти характеристики, у тебя все цвета, у тебя красный будет чуть ли не зеленым. Ты будешь синий какой-нибудь. Поэтому должны быть либо драйвера, программа внутренняя, чтобы ты мог вручную это регулировать, либо хотя бы авторегулировка. А там вообще просто заводские прописывают какие-то характеристики. Естественно, они прописывают по какой-то стандарт, а там вот такая шкала от нуля до бесконечности, от минус, вернее, до плюс бесконечности, что ты, как ты попадешь. Они под одно прописали. А у каждого, у тебя даже в день тысячу раз меняется это, потому что то вышло солнце, то зашло. Оно дальше идет. Это все очень важно. Вот. Поэтому со внутренними камерами я тоже не представляю, как там что можно записать. Это будет какой-то вообще трэш. Вот такая вот вещь для домашней записи. Ну, я говорю, в принципе, конечно, кому я эти... Навряд ли кто-то будет сразу там себе супер-блог делать. Но я на будущее делаю. Этого достаточно. Ну, по крайней мере, на современной реалии, на весну 2018 года. Это так. Да и еще надолго, может. Технологии хоть развиваются, на самом деле, не такими уж супер-прям нереальными шагами. Ну, и что касается... У меня нет никаких камер, знаете, внешней. Ни фотокамеры, ни видеокамеры. Они очень дорогие, это раз. Понтов от них, если честно, не так много. Во-первых, обязательно надо выбирать, чтобы камера была со внешним микрофоном. Я вам в прошлый ролик об этом сказал. Не забывайте об этом, если вдруг вы надумаете покупать. Иначе вы очень сильно лоханетесь. Обязательно выход на внешний микрофон, как минимум один. Плюс. Многие блогеры выбирают, казалось бы, наоборот, да? Само название должно говорить. Видеокамера и фотокамера. По идее, видеокамера вроде бы как предназначена для записи видео, а фото для фотографии. Но как раз многие видео пишут на фотокамеры. Ой, многие видео пишут на фотокамеры. Но опять же, вот именно потому, что эта фотокамера, да, там за счет другой оптики, которая нужна для делания качественных фотографий, она и видео лучше записывает. Но я вам расскажу сейчас теорию. Я практикой это не проходил. Я просто слушал об этом, много читал. Слушал блогеров, читал статьи. Но фотокамера не предназначена для долгой записи. Вот у меня ролики, вы знаете, я могу час сидеть, два могу записать ролик. И фотокамера просто перегреется. Ну, фотоаппарат по-простому, да. Он просто перегревается где-то 10-15 минут максимум. И он вырубается, выключается. Вот и все. Потому что он не предназначен для постоянной такой сильной нагрузки. Поэтому это максимум подходит. Кто видел, есть блогеры, там пишут ролики 4-5 минут и то. Это у них после монтажа там 4-5. Они, бывает, записывают много. Просто потом монтируют такие маленькие, небольшие ролики. Это у каждого свой формат. Вот, поэтому если вы планируете, что вы можете вот так вот сел и там, может, час, говоришь, это не подойдет. В принципе, эти фотокамеры, видеокамеры, они могут обладать функцией веб-камеры. Ты их можешь вот через шнур подключить к компьютеру. Она будет тебе функцией веб-камеры. Ты сможешь и на компьютере через программу вот так пользоваться, как я вот прошлый ролик записал опять, вы видели, в комнате на кресле, на компьютерном кресле, да, за столом у себя там, естественно, в внутренней программе. О софте, о программах я еще тоже буду записывать отдельные ролики. И, по идее, конечно, вместо этой можно было бы купить, чтобы сразу убить несколько зайцев, как говорят, купить себе вот эту фото- или видеокамеру, и ее использовать и как место веб, и потом взял ее, пошел вот на улицу записал, да. Вот. Но, я говорю, они очень дорогие, во-первых. Что фото, что видеокамеры, кто знает, самая такая бюджетная цена, это от 30 тысяч, от 30. Там ничего особенного не будет. Вот. Как вебка, она, во-первых, вот и, ну, а вдруг вам все-таки по скайпу, на будущее, там, вот, кто знает, как я беседы записываю, это не подойдет. Вот. Тем более, если вы не фотографируете, вам эта фото не нужна, даже как видео, тогда она будет ограничена по времени. Как видео, они зачастую даже хуже. И я говорю, толку от этого никакой. И я говорю, обязательно надо еще выбрать функции веб-камеры, обязательно. Вот. Там точно так же нужно будет, конечно же, внешний микрофон. Все то же самое. Я не покупал. Смысл я в ней не вижу. Сейчас, вот мы дойдем, вот обычный смартфон, который сейчас доступен каждому. Но с компьютером лучше, мне кажется, иметь отдельную вебка. Она все-таки дешевле. Потому что, я говорю, от 30 и 5 тысяч. Уже как минимум в 6 раз. Цена. Она вот стационарно приделали, повесили и забыли о ней, да? Вот. А это все туда-сюда дергать. Плюс вы там настроите, допустим, вы снимаете постоянно за компьютером. Ну, и вы дернули, пошли на улицу опять. Там будете все время подкручивать. То ты прикрутил намертво, как-то зафиксировал, какое тебе нужно положение. И все нормально. Вот. И вообще многофункциональные вещи. Они кажутся хорошими, да? Но многофункциональные вещи и имеют свои недостатки. Тем более, у тебя что-то сломалось, и все. Причем у тебя может какая-то другая вещь сломаться. Почему даже хорошо, что у тебя отдельный микрофон. У тебя хотя бы не весь прибор. У тебя не так, что ты сломался микрофон, который у тебя встроенный в камеру суперский. Тебе надо все менять, все обороны. Ты остался и без микрофона, и без видеокамер. Тебе надо резко заказывать или иметь вот именно такую суперскую видеокамеру. То есть лучше даже больше иметь отдельных вещей, чем какую-то универсальную вещь, которая тебе все заменит. Она, во-первых, навернулась, ты все остался без всего. Ну, как я уже говорил, желательно, конечно, иметь дубликат. Это понятно. Ну, опять же, все эти дергания, переносы. То у тебя на улицу одно лежит, он у тебя может где-то в машине лежать, если ты там где-то снимаешь. А то тебе надо бы все время это дергать, носить. Ты, скорее всего, повредишь, упадет, не дай бог, лишний раз. А то у тебя на компьютере всегда куда она упадет? Никуда. Она будет тебе вечно служить, пока не умрет. Вот так вот. Так что с этими камерами. Опять же, на этих камерах надо смотреть обязательно откидной дисплей, кто знает, да? Не на каждой есть. Они тоже, особенно с этими дисплеями, особенно с качественными, особенно с откидными, очень дорогие. Цены идут уже 50-60. Вот. Это все очень дорого, очень непросто. И за это почему-то берут иногда какие-то нереальные деньги. Очевидно, что это переплата. Это сужение брендов каких-то, выборов, потому что немногие делают какие-то такие вещи специализированные, да? Вот. И что касается нашей звезды. Ну, что такое? Что? Ну, ты обязательно должен всех поприветствовать. Ты ко мне всегда приходишь. Приходишь на мою проповедь? Послушать? Да мы сегодня неинтересные вещи обсуждаем. Тебе это неинтересно. Вот. Вот опять же, за что я люблю смартфоны. Он сам является вот этим экраном. Причем я, допустим, не могу снимать, обычно кто знает, в смартфонах фронтальная камера, то есть вот эта передняя, которая, где вот сам мониторчик, дисплей, она хуже, чем та внешняя, чтобы вот как раз для снимков. Поэтому я и говорю, что откуда, кстати, вот это пошло. Даже заметьте, в смартфонах внешняя камера лучше, чем вот эта внутренняя. Потому что фотоснимки делать тяжелее, и в одном смысле тяжелее там программ, в другом смысле легче, потому что это фотоснимки. И туда вставляют как-то специально лучше все. И многие переворачивают и снимают на то. И ставят либо зеркальце, либо, кто знает, вот на этих селфи-палках есть такие зеркальца тоже кругленькие. Но это уродство. Я вот за себя скажу, сейчас конкретно идет речь о видео, съемки, да, мне надо вот видеть. Не потому что я собой красивым любуюсь, а потому что я разговариваю как будто с собеседником. Можно, конечно, привыкнуть говорить и в глазок. В точку. Можно со стеной разговаривать. Но мне вот прям по душе и по себе очень легко, когда я вот вижу. Я как будто с кем-то разговариваю, мне это очень просто. Мне надо как-то видеть себя в кадре. Вылез я, может, вот, может, тень пошла. То есть я вижу, как что происходит. Вот какие-то корректировки можно подставить. Слишком светло, надо убрать светлость. Можно прямо вот в режиме онлайн. Уже даже съемка идет, она не вырубается. Можно какие-то вещи в настройках даже подкорректировать. Тем более, если ты потом, допустим, монтируешь этот ролик. А так, что ты перевернул, ничего не видишь. Это очень важно. И вот смартфон, кстати, за это я его... Одна из причин, почему я, кстати, вот такие живые, свободные. Мне больше подходит формат вот смартфона. Камеры. У них в основном вот такие дисплейчики. Ничего там не видно. Они обычно некачественные. Малого разрешения. Тут 5, 6, 7 дюймов, может быть. Можете снимать вообще на планшетник. Качественный дисплей. Обычно вот именно смартфон, кто-то играется в них, кто-то кино смотрит, YouTube. Там Full HD, допустим, то же самое разрешение. Сейчас чуть ли не 4К вот это ставит. И съемку даже 4К. Но там, понятно, они не соответствуют критериям. Просто так больше понты, кто знает. Но это пока, опять же, скоро будет не только понты. Сам монитор 4К, качественный, все. А там обычно в этой камере делают так, для понта. Чтобы так вот что-то посмотреть, там проиграть. Ты его даже отодвинешь, перевернешь. Там он будет маленький зачастую. Плохого разрешения, плохого качества. Тусклый. Ты не будешь ничего видеть. Смартфон абсолютно не так. Смартфон вот все отлично, хорошо видно. Так что я снимаю на смартфон. И цена. Вот я вам показывал. Сейчас показать не могу. Я на него снимаю. Я его купил дешевый китайский. Сейчас китайский не звучит плохо. Ну, опять же, я себе не мог дорогой позволить. Да и, может, и не хотел. Первый раз так взял. Да и не было денег особо. Сколько накопил. Месяц на гречке с водой, как говорил. И купил. Вот я говорю. Он, правда, стоил там тоже что-то там около 10. Как-то по скидке. Все там можно смотреть. Там очень магазины. Ну, как и в России. Кто-то подороже. Они там делают то же самое. На Алиэкспресс. Кто никогда не покупал. Всем рекомендую. Это легко освоить. Все доставляет. Все действительно качественное. Там идет формат безопасных сделок. Кто знает, что это такое. В принципе, когда что-то некачественное присылают с браком. Все это они либо деньги возвращают. Можно там докладать. Там открывается спор. Но сейчас не об этом. Сейчас не об Алиэкспрессе. Можно, кстати, отдельный ролик. Пишите, если хотите об Алиэкспрессе. Отдельный ролик. Я могу тоже записать. Кто вообще с этим не знаком. Крутая штука. Действительно сидишь дома. Все заказываешь. Все до дома, можно сказать, перевозят. Вещи можно убирать дешевые. Сравнить, выбрать, купить со скидкой. Такое же качество. Вот. И вот я его купил за тоже там 100 долларов. В долларах в основном все. Это около... Тогда доллар пусть 58-6. То есть около 6 тысяч. Я считаю, мне сезон отслужил. Почему тут микрофон. Не знаю. В этой записи опять свистел. Там не свистел. То есть пошли какие-то помехи. Что-то внутри там случилось. Звуковая карта начинает подводить. Барахлить. Вот. Ну сезон он отработал. И слава Иисусу. То есть вещи есть разные. Ну причину тяжело понять. Вот. Но это может со всяким быть. И вот сравните. 6 тысяч. И я говорю, как минимум те же самые 30 тысяч. 6 тысяч может себе позволить каждый. Понятно. Качество не супер. Я могу сказать так. Средние модели. Да. Есть такие смартфоны дорогие. Как айфоны. Там 50-40. 50-60. 70 тысяч. И там конечно и видео хорошее. Звук может быть даже встроенный хороший. Но опять же. О звуке мы с вами уже поговорили. Какой бы не был встроенный хороший микрофон. На расстоянии он будет не так хорош. Это раз. Желательно все равно внешне подключать. Как минимум в идеале тоже петличку. Она лучше всего выполняет эту функцию. Плюс это ветрозащита. Во встроенный микрофон всегда будет. Ветер. Вы при ветре. Вот сейчас ветер. И 100% там тихо. Не считая вот этих моих сейчас косяков. Пока не придет новый. Так это все и будет. А придет чувствую в одно время. И микрофон это USB. Можно будет. Может быть здесь все получится. И смартфон. Но я говорю, будет замена. Это будет здорово. Потому что видите. Всякое бывает. Тот я новый тоже купил за 5000. Там за 6 опять. Немножко другую модель. Она недавно стоила 200 в прошлом году. То есть прошел ее пик. Интересный такой. Хотя я там не выбираю каким-то критерием. Кроме как все что мне нужно для видеосъемки. Тоже там Full HD экран. Full HD запись. Вот нормально. Плюс конечно же там зависит не только от оптики. Я говорю, любая эта цифра должна обрабатываться с какой-то программой. И в компании соревнуются не только в разрабатывании. То есть механической вот этой всей части. Оптической так называемой. Ну механики. Но и внутреннего. Вот Google выпустил там смартфон Google Pixel. И дальше выпускает серию Google Pixel 2. Три. Там сейчас тоже они бешеных денег стоят. Да, там супер кстати видео. Но во-первых цена. 30, 40, 50, 60. Пиксель первый уже около 30 можно купить. Второй 40, 50. Сейчас третий будет 60 стоить. Это бешеные деньги. Хотя качество достойное. Вообще такое класс. Вот. Но об этом что говорим-то. Вот мы люди простые, бедные. Вот. И я говорю так на будущее. Вдруг кто будет записывать. Вот. К нему я вот подключил вот эту мою. Я показывал пушку. Она в ветрозащите. Я ее там прикрутил к селфи-палке. Она на стойке. Ну по какому доп. оборудованию я тоже еще запишу кое-что. Какие-то крепялки. Мне там кое-что еще прийти должно. Может быть я даже попозже. Это сейчас не самое важное. Следующий ролик мы уже будем как записывать. Именно софт. Опять поделим на аудиозапись и на видеозапись. А может быть все в одном совместе. По видео у меня особо сказать нечего. Единственное скажу, что для блогинга. Особенно для христианского. Ну про подкасты мы понятно. Кто дальше не хочет идти там. Может быть просто будет читать, монтировать. Это одно. Кто-то пошел дальше. Вот так вот будет что-то записывать. Много ли нам надо? Главное это звук. Вот я говорю. Вот эти не дай бог какие-то помехи. Сломы. Это конечно ужас. Кто это будет слушать? Я сам не могу. Я включаю сейчас эти свои записи. И вот слышу, что идут эти. И что с ними сделать? Вот я все перепробовал. Это не от микрофона. Я попробовал. Не от штекера. Потому что помните, я показывал маленький микрофончик. Он напрямую вставляется без этого переходника. Ничего не помогает. И я попробовал тот студийник втыкнуть через USB. Там у меня получилось. И все отлично было. То есть наворачивается вот этот вход 3,5 джек. Там или звуковая карта. Неважно. И как ты туда. Они неразборные сейчас все. Сейчас даже аккумулятор не достанешь. Все. Он отработает своего. И ты его просто выкинешь от смартфона через 2-3 года. Сейчас все так живут. Или уронишь и убьется вообще. И по видео мне, конечно, особо сказать нечего. Да и христианскому, авторскому, так скажем, особенно каналу, блогингу. Да на это надо ли заморачиваться? Видно приблизительно. И уже хорошо. Потому что видео тоже хорошо. Это реакция человека. Эмоции. Живая жизнь. Вы сами знаете разницу между видео просматриванием и прослушиванием аудио. Разница огромная. У меня вот, кстати, беседы на канале. Кто смотрел давно меня там. Помните? Иногда бывало у меня там не записывался. Или записывался только аудио. Там есть специальные программы, пишущие эти разговоры. Вот. Разница огромная. Ты что-то говоришь, ты же не видишь реакцию собеседника. Махает он головой. Или говорит, да, да, мили-мили, Емеля. Или он соглашается. То есть видео, конечно, от аудио отличается очень резко. Вот. Поэтому кто не стесняется, надо, конечно, светить, ничего не бояться. Не стыдиться ни слов Христовых, ни перед кем. Ни перед грешниками, язычниками. Ни перед лжебратьями. Ни перед своими братьями. Кого стыдиться? Адам с Евой были наги и не стыдились. Надо все-таки жить чистым, открытым сердцем. И ногой душой. Ну, вот так вот по видео. Больше особо я сказать не знаю ничего. Я бы рекомендовал, да, для уличных записей. Обычный простой смартфон. Не важно, какое там видео. Ну, плюс-минус, будет Full HD писать. И в каком этом Full HD. Это только одно слово, означающее разрешение 1080 на 1920 точек. Кто понимает, о чем речь идет, и то это не супер там важно. Вот. Для блогинга не нужны никакие больше 30 кадров в секунду. Есть там 60, 120. Это нужные записи, где ты бежишь, где собака бежит, где футбол играют. Когда ты даже просто идешь 30 кадров в секунду, это достаточно. Все. Это сейчас вообще классический формат стал. До 4К, когда мы там еще дойдем. Но мы уже ушли от этих там 360 на 480, этих квадратов. Сейчас HD, и то HD уже все забыли. Уже Full HD. HD был 720 на 1280 точек. Сейчас вот Full HD. Это разрешение 1080 точек, кто знает, пикселей на 1080 вверх, на 1920. Тримоугольничек по горизонтали. Вот. И поэтому для уличного блога действительно сейчас достаточно каждому человеку. Ну, естественно, если ты спикер, мне нравится почему-то это слово американское. Ну, разговорник. Вот. Важнее звук. Ну, а если мы еще вперед посмотрим. Второй ролик, я говорю, вопрос еще, что ты говоришь. Вот. Иногда, вы знаете, я слушал в свое время и старые записи, и какого-то проповедника. Он там еще на магнитофонную ленту. Было интересно, если ты действительно это ценный информат. Ты напрягиваешься, конечно, и прослушаешь в ужасном качестве. Сейчас в интернете есть разные записи. Их пытаются там обработать, как-то немножко улучшить. Конечно, главное, это что ты говоришь. Во-первых, главное не бояться начать говорить. Давайте еще раз пробежимся по всем роликам с первого ролика в плейлисте о блогинге. Я блогер или как... Ну, я его там назвал, как-нибудь проповедь на ютубе. В ютубе. Вот. Говорить надо. Плохо, хорошо, картавый, ты косноязычный. Надо. Бог тебе исправит, и языкость надо. Ты покажи свою ревность о дарах духовных. И Бог тебе все подаст. Бог подает только алчущим и жаждущим, и что-то делающим, трудящимся. И по возделыванию Господь тебе взращивает обязательно. Потом, соответственно, важность. Это, так скажем, система ценностей или приоритетов, ну, как угодно. Да и, в принципе, иерархия, по которой надо следовать. Надо себя понуждать. Плохо тебе, хорошо. Или хочется, не хочется, стыдно, страшно. Надо понуждать. Это первое. Второе. Надо, естественно, говорить-то не всякую ахинею, а то, что истина. А истина в Иисусе. А Иисус в Евангелии. Его жизнь, его учение. Все. Это идеальный шаблон для начала, для ученичества, для первого класса. Просто читать Евангелие, потом прочие послания. И книгу Деянин, ну, одним словом, Писание Нового Завета. Просто читать, открывать свое сердце в них, миру. Вот. Тем самым светить. Потом, естественно, первая, это запись звука должна на первом месте стоять. Потом уже картинка или запись видео. Вот. Либо сопровождение этих роликов картинками, либо твоим видео, либо можно и вообще монтажом заниматься. Я не очень. Кто видел, я разные ролики делал, пытался и монтировать. В прошлый сезон, кто смотрел, мой огородный, я пытался и какие-то... Сейчас, конечно, невозможно пользоваться какими-то чужими роликами, из фильмов, даже картинками. Все под авторскими правами. Поэтому особо заморачиваться там. И с чего ты будешь монтировать, как говорится, исходный материал какой. Вот. Сейчас все, все. Каждый готов. Авторские права об этом будем говорить. У меня все без авторских прав, все мои ролики. Более того, я ставлю специальную лицензию на YouTube, которая дает возможность делать что хочешь с моими роликами. Хоть режь по две минуты, хоть даже на них ересь записывай. Но это в смысле я лично разрешаю. Автоматически это разрешено, ты можешь ими пользоваться, даже резать, вставлять. И тебе никто, программа от моего лица, алгоритмы не бросит тебе претензию. И плюс я сам разрешаю, что даже если я публично это заявлял, и заявляю, что если вы даже будете поносить меня и вставлять в свои ролики, вырванные мои слова, я ничего вам не сделаю и делать не собираюсь. Вот. Но это ладно, это не сегодняшнюю тему. У нас сегодня тему видео. Все, я все сказал. Это смартфон, это вот обычная веб-камера. В идеале это Logitech. Ну, если еще в продаже есть, конечно, C920 они пускают. Просто я почему-то зашел, только что прям на сайт. Почему-то на сайте Logitech ее уже как бы нету. Они, мне кажется, будут их заменять. Вот у них практически точно такая же по внешности. Это Logitech C930E. 925-й, 930-й, следующий. Там небольшие изменения, там все, в принципе, то же самое. Все. Следующий ролик. Мы с вами говорим о уже записи звука. Не о механических вещах, а о микрофонах. Мы с вами в прошлом ролике поговорили уже о том, как это сделать технически. Хоть я вам и рассказал немножко, но это я в общем сказал, что можно на смартфоне, на диктофон тыкнуть. Ну, а то я все постараюсь показать, как на компьютере, как на телефоне. Может быть, кто-то совсем и таких вещей. Для кого-то это кажется вещи банальными, даже скучными и естественными. Ну, мало ли, кто будет смотреть ролик. Может быть, какая-нибудь бабушка или дедушка решится вести блог. И, кстати, говорю, нельзя ничем. Это здорово. Хоть вам сколько лет, хоть вы как. Это здорово. Никого не надо бояться. Вообще жизнь это прекрасно. Надо порой даже к себе с юмором относиться и к жизни. Это тоже отчасти юмора. И при этом в любой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Кто-то над вами будет посмеиваться, а вы будете делать добрые дела на самом деле этим самым. Ну и пусть смеются. Нам главное быть с Иисусом. А с ним будет там, где учитель, там и ученик его будет. А ученик делает то, что говорил ему делать учитель и говорит. Так что вот так вот. Ну, на этом все. Все мои контакты на экране у вас, как всегда, в описании к ролику. Есть и все полезные ссылки. Мои три канала вы знаете. Кто не знает или впервые смотрит этот ролик, у меня есть три канала на ютубе христианские, авторские. Подписывайтесь, смотрите, что вам интересно. Ставьте ролик, ставьте лайк. Ставьте ролик, ставьте лайк. Если ролик понравился, кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. В частности, вот это видео. Кому оно помогло, может быть. Кто будет двигаться потихоньку. И каждый ролик его приближает к этой его деятельности. Кто решился на это и будет это все исполнять. Что-то делать, что-то созидать. Мы созидатели, мы образ и подобие Бога, мы творцы. Ну, поделитесь, может быть, кого-то это тоже заинтересует. Когда, в принципе, все будет разжевано. Я постараюсь все вам показать. И только на блюдце с красивой окоемочкой поднести. Ваше дело это только скушать эти сливки. Все. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Помните заповедь Иисуса, любить друг друга. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.